всем привет друзья с вами как всегда на связи брайан мы вместе с вами продолжаем играть в рим 2 тоталор за империю маурьев и остановились мы с вами на том что вы взяли поселение марокканда взяли поселение миров на нас выдвинулась вся мощь бак 3 2 стек они подгоняют 2 уже ожидают возможности напасть на нас и на прошлом стриме я решился сделать вылазку и вот эти две армии попробовать поодиночке ночной битвой по уничтожать благо есть у нас такая возможность начнем мы с вами с армии которая покрупнее потому что когда мы выиграем эту армию это армия отступит она снимется с лагеря и мы тогда ее тоже без проблем сможем уничтожить нападем посмотрим какие у нас шансы есть элементарно да чтобы одержать победу в этом бою неплохая армия есть конница конные лучники стрелки парфианские лучники есть так диски и секир щеки и греческие колонисты тоже у них присутствует если мы проводим ночную атаку то не так уж уж и много нам добавляют шансов да да не так уж и много вот кстати еще бактерийские конные лучники есть то есть них получается 4 отряда каналуков есть эндогреческие средние застрельщики в общем вот такой вот состав что ж попробуем развернуть битву так в общем как будем действовать копия на фланге застрелечков тоже попробую поставить на фланге а лучники у нас имеют дальность 215 очень хорошую кстати имеют дальность застрельщиков тогда еще назад поставим отключим им пока стрельбу посмотрим сейчас какую силу против нас развернут они скорее всего я так понимаю что нам будут находиться в лесу нам надо будет их выкурить оттуда начинает это до сближения по чуть-чуть можно ускориться пока будут идти можно посмотреть отряды на новые мы их еще не смотрели кстати элитные копейщики маурьев далее у нас тут идут элитные воины с булавами достаточно интересные посмотрим на них в деле тоже тут у нас воины тоже с булавами но сейчас быстро идут не рассмотришь их всех избранные мечники кстати если у них какие белочки давайте посмотрим заодно нету у этих только единственные избранных мечников и есть боезапас до небольшой по дисциплине у нас в принципе неплохо 73 идет армия вражеская находится на нашей территории у нас у них минус 4 процента к боевому духу у них там какие-то перебои с с припасами идут в армии поэтому у них боевой дух немножко занижен у нас наоборот повыше нашей территории мы защищаем свои владения хоть и недавно до их захватили но все же теперь это наши родные края так врага но вот нарисовался нарисовался давай наверно до этих пор займем позицию управляет своих стрелков не надо будет их естественно пост попробовать первым делом перестрелять дальность врага одесса на я пока не могу видеть как таковой все пошел в атаку мы же сейчас будем тоже пробовать вперед стрелков отрабатываем цели нет вы стойте на месте стрелки пускай отрабатывают по парфянским ученикам в первую очередь вообще никого не убиваю да никого не убивают заметьте жесть вот вроде пошли да немножечко слили их да это вообще никого убить не могли так мы заставляем пехоту выдвинуться в бой да я сейчас пехоту пока свою всю вывел чтобы они под расстрелом не стояли вот так вот давай застрелечков на фланг попробуем у нас застрелечка вцепляем надо вы стреляйте давайте вы не бегайте стреляйте ребята с чем перестраиваться стали в удобную позицию и зашмаливаем их всем чем можно а Ну вот вроде одну каву срезали мы, но они остались без боезапаса практически, очень быстро израсходовали его. У нас уже тоже боезапас заканчивается. Этих тогда прибережем, застрельщиков. Ну все, быстро кстати боезапас заканчивается, очень быстро, хочу заметить. А нам еще греческих колонистов пробивать надо будет. Продолжение следует... наши остались без снаряжения все в пору в бой тебя ну пошли будем пытаться сейчас преодолеть их не давай пока стой не спеши тут у них еще бактерийская конная знать ударная конница у нас есть на фланге если что копия даже ну а чуть-чуть назад и давай вперед по сути надо попробовать раз два три так семь отрядов до вас по сути 7 отрядов идет пробить вам блин тут секирщики горца секирщиков на вряд ли пробьем плюс них там еще есть отряда но пошли на чардж нарушили свой строй немного они наши ряды трогали давай бой пробьем хотя бы были чуть я смотрю блин отряда то сливаются по жести как-то без шансово как-то но твой начальник уходит промо перехватить не знаю что даст сейчас его смерть тут что мы от этого выиграем за нами остались без снаряжения партия не идут ну ваевые начальника подведем для дисциплины поднятия боевого духа все дела смотри ваи начальника кстати разобрали мы но мы его не убили он еще вернется зараза надо развернуться про чарджить помочь хотя бы что ли даже если одолеем их сейчас в этой битве все равно потери будут достаточно большие у нас погнали отряд отлично сейчас надо как раз таки нам сплочение в удушеводушевление чарджем а у нас тут лучники перекрыли конные пробуем их тоже сейчас забрать своими копеечками на потери большие получаются с гоплитами конечно тягаться очень сложно получается мари вроде кстати прорвали здесь троих сейчас пошла про паника может сейчас еще раз про чарджить давай в здесь здесь тоже вроде бы ситуация и меняется но опять же потери крайне большие у нас отлично есть паника сразу два отряда может разбежаться здесь пока потрясены все тоже побежали склонилась чаша весов в нашу пользу но 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 все равно уж слишком большие потери уж очень много у них убегает нам не хватило просто для того чтобы окружить врага не хватило пехоты что ли даже не знаю но догнать конечно и будут проблем на нам вот этот отряд еще не задается садийские секирщики помочь надо кого особо не прочарджила до отряд расползся очень сильно продолжаем битву пробуем догнать сколько сможем увидимся тогда на карте кампании а 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 одержали победу но что могу сказать по поводу битва да сейчас давай быстрее там приходи в себя а очень неплохой отряд избранных мечников 235 налупил в принципе с небольшими потерями очень хорошо себя показал по поводу элитных воинов с булавами и а воины ширине маурев а неплохие отряды но опять же они не годятся для лобового столкновения с гоплитами их лучше забрасывать как раз таки в тылы к врагу тогда они будут и больше убивать и меньше потерь у них но у меня была нехватка их конечно нельзя много иметь в стеки вполне двух отрядов будет хватит чтобы наносить удары в тыл врагу но мне нужна сдерживающая сила такие вот избранные мечники как вот этот отряд очень неплохо себя показал а врага конечно отступила достаточно много и вот эта армия у нас с лагеря как я и хотел не ушла объединяем силы держать их все равно нет смысла уж очень долго будут восстанавливать свои силы они пускай лучше будут так боевой дух отряда в наступлении не боевые потери броня всех отрядов за счетом ближнем бою для копейщиков атака в ближнем бою для копейщиков дальность перемещения на карте компании ну и броню тогда возьмем для всех отрядов здесь что у нас есть хранители мира допустим бактерийские горцы плюс не давание будем нападать сейчас сольем остаток своих сил в бою вернемся в город эта армия в принципе сейчас не сможет дойти до меня есть у нас еще один ход как минимум здесь у нас есть наемники плюс я не знаю может быть даже нас есть вот мы возьмем отступим как вариант назад в общем что-то придумаем для того чтобы потом ударить двумя стеками по ним можно так а сейчас вроде все до завершаем ход так нет все равно решили кстати напасть как раз таки не добитая армия нападает на меня и армия которая рядом в лагере стоит гарнизон у нас дохлый местное городское ополчение какое-то есть да у нас тут ну поехали так вот по поводу объектов я думаю что можно сейчас поставить это волчьи ямы в достаточно большом количестве да у нас имеются вместить бы их сюда только вот еще то как то так 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 и как немного так у этих есть кстати фаланга хотя бы небольшая фаланга будет есть поддержка враг непонятно да откуда подкреп подойдет за большую численность и конечно в городах проблем на их расстав расставлять они та численность отряда мы увеличили а место в городе больше от этого не стало получается так у нас хорошо натиска сдерживала вот эта пехота на вставим ее сюда да не так эти два отряда пробуем в тыл бросить так застрела тоже в тыл естественно так еще отряд копий есть sky в резерве стоит клепс пускай здесь он мне не нужен подходят свежие силы но подкреп смотрим сейчас как красиво умрет военачальник у нас вражеский next парфянский икон и лучники приняли на себя урон давай копий сюда вот как я говорил что отряда им блин ну такое количество не нужно здесь плохо реализовать их всех получается численность большая интересно как им удается пробивать военачальника он стоит прямо за домом там же не достать его отряд не стреляет почему-то а пехота единственно вся подойдет черти когда а мне побыстрее бы в тыл завести своих бактрицы бактрийские горцы идут застрела застрела стой 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 на месте не еди никуда наши остались без снаряжения еще не да греческие застрельщики зараза ну вот неплохо во душе им наших все назад 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 нормально отогнали можно отойти бактерийские горцы гвардия я ел яванов если правильно ударение поставил извиняюсь если неправильно заранее марик стезис нас в улице тут в принципе выйти на них попробовать к вы все равно уже нету попробовать часах зарашить прям взять мы посмотрим у кого там натиск получше идет так натиск 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 наши ряды трон примерно одинаковая ряды дрогнули наши остались без снаряжения ну блин еще с боезапасом сволочи наши бегут с поля боя какой позор так боезапаса нету справа так а а а а а и а и и а а и и и и кинем как долго держатся а без снаряжения отряда убирать нафиг чтобы не тут не мешались по сути колонисты остались все здесь разбили их замечательно а до пикинера до идут нет это греческие колониста тоже оди пики кстати тоже на пике не похоже вроде как давай сюда кого заведем сюда для удара там единственно надо аккуратненько на своей же копия не напороться вот да вот тему как раз можно попробовать сейчас Пробиваются, да? Все, амбай запасы сяк, давай следующих, здесь все разбили, отлично, догоняем, догоняем туда их обязательно, убегает их очень много, Наши остались без снаряжения Как я тут заруба жестко идет О, отлично Тут на финальном будем сейчас натиски и военачальника отправлять в лоб, и вот эти два отряда Пошли Пошли Хватит Все, пошел натиск Пошла паника Давай, сплочение Все, победа Продолжаем, догоняем всех Я продолжаю догонять, увидимся тогда сами на карте компании Пошли 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Что очень плохо... Так, ваш дипломат был ранен... Вернулся ни с чем... Ваш дипломат вернулся в прождение знаменитого Барна... Новобрандсконники... Предложил вам целое поселение... Вчера себе... Подгон... Парфиане поселение свое отдали мне... Я уже забыл, что в этой игре поселение отдают фракции тупо... Частенько... Вроде бы смотрю... Смогли избежать мы здесь восстания... Что радует... Непонятно... Где... Стэк... Весьма непонятно... Тут была еще одна армия... Она ушла... Сейчас... По силе... С Бактрией мы... Совладали более-менее... Заставили их призадуматься... Что не такие уж мы простые... Как им казалось... Что можем бросить... Достаточно дерзкий вызов... Смотри, все одновременно заболели у меня... Посмотри, враг болеет... И мы болеем меня... Сразу... Здесь армия болеет... Там армия... Ой, болеет... Жесть просто... Так... Мне на Бухару... Брать... Там сейчас армию... Собрал... Себе... Лучше конечно разыграть... Получается... Намного удобней... Потерь меньше идет... Такие бои лучше разыгрывать... Улучника вперед ставим... Да... Вторым строим копья... Получается... Секирников... Так вот... На фланги поставим... Как раз то, что я говорил... Да... Что... Нужны отряды, чтобы обходить... По флангам... Вперед... К ним подходят сверху... Вот, кстати... Сейчас колесницы затестим... А то они пока мертвым грузом... Висят у нас по 400... Монет жрут... Посмотрим, насколько неэффективны... Наверное, лучше растягивать... По максимуму, да... Брать... Насколько их можно растянуть... Вот так вот... Лучше перемещать... И нападать тоже так же... Чтоб по максимуму забирали... И натиск наносили... Враг после того, как мы унизили его в предыдущем поселении мелком... Решил выйти из города... От греха подальше... Так... Вот тут вот у нас, да... Давай быстро перестроимся... Зачем перестраиваться в другую сторону... Чокнутый... Так... Там конина... Бактерийская... Начинаем стреливать их... Так... Гурцев он в бой бросил, да или нет? Бактерийская... А, это бактерийские горожане... Блин, а кем же? Копия, давай попробуем... Ордер! Мой лорд! Чарлиолд, садку надень масть! Сон! Наша засада обнаружена! Чарлил, мой лорд... Ради! Мой лорд! Мы на твоих порт! Бэйд! Где у вас ордера? Мы на твоих ордера! Мы дадимству развивающего ордера! Мой лорд! Брат Connie! Миссайл! Ордер! там еще военачальник сзади идет колесница колесница колесницы берет вот сюда бы надо заезжать зачем интересно парфян эту стрельбу круг как он там называется кантабрийский круг зачем его надо было ставить колесницам лол нафига он им нужен тут непонятно по начиску пока было весьма все по ним человек давай уходим все складывается в нашу ну а стрелков далековато ушли я просто не понимаю кто там у них стреляет на колесницах болен даже они с боезапасом на лучников на них нету не учли что тут еще лучники должны стоять на них своих отключим стрелков новая начальника то-то обязательно убить на на час довести убийств продолжаем продолжаем военачальника изнасиловать все дать окей победа убить аково посчитали обучение обучение Продолжение следует... Если учить такой факт, что количество воинов играет достаточно важную роль, что их очень сложно потом восстанавливать, то лучше битвы разыгрывать от греха подальше. Отлично, мы с вами взяли полностью поселение и еще одно, что не может не радовать. Так, тут под снос. Сюда можно поставить предместие сейчас. Они же там татку санитарию нам дают. Да. Так, здесь порядок у нас в плюс пошел. Сейчас сюда еще поставим борцовскую арену. Денюшки заканчиваются, конечно же, уже. Агентика на передовую тоже. Армия болеет. Нанять здесь мы можем сейчас только... Застрелы. Ну, ограничено, да, воинов у нас? Очень ограничено. Слушай, мне вот интересно, конечно, было бы еще потестить, как мне там писали, что если воинов распускаешь, то прибавляется ли их в населении. Вот это вот весьма штука меня прямо задачила. Потестить бы на ком-нибудь... Ну, не потестишь, потому что сейчас каждый боец, но у меня нужен. Каждый боец на вес золота получается. Тестить не хочется. Так, это прокачали, это прокачали. Амбайвай дух. Доступ к сплочению призыв. Далее перемещение. Так. Поэтому пока не будем никого распускать. Это может быть, когда у нас уже не будут на границе врага стоять. Сейчас вот эти все армии надо сводить и массированную атаку дальше вести. А что у нас тут? Баллисты есть. Можно баллисты нанимать. Постройку можно оставить. Военный лагерь. Можно его оставить, как есть сейчас. Здание трогать. Порядок, конечно, ухудшается. Парфяне отдали. Город невзначай так. Я даже не планировал. Ладно, друзья, на этом мы нашу серию будем заканчивать. Так, смотри, что-то плывет к нам. Непонятно. Че он тут забыл? Неужели он нам войну хочет объявить? Флот плывет. Ну ладно, надо эту ситуацию наследить. Ладно, вот как раз таки, хотел сказать, начались достаточно неплохие замесы у нас уже. Битвы. Никак до этого, да? Что приходилось выжидать хорошие моменты для атаки, что в серии были без битв. Там 2-3 подряд. Все, дальше пойдет война у нас вовсю. По крайней мере, до тех пор, пока Бактрию не уничтожим. Битв, я думаю, будет достаточно много. Если вам понравилось видео, не забудьте, как всегда, поддержать его лайком. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчики. Оставляйте комментарии. И увидимся на новом видео, друзья. Всем пока-пока.